Не надоело Клип на этот главный, похоже, хит этого года Первым героем вроде бы делал пуганого бухгалтера В 92-м и впрямь это чуть не главная профессия Но время точнее описывают актеры второго плана здесь За столиками ресторана и при входе в бар, где поют комбинашки Настоящие герои года В этом году в страну впрыскивается понятие «новые русские» И комбинация успешно в песне рисует их А это понятие «новые русские» оно что в себя включало? Такой какой-то некий собирательный образ бандита, бизнесмена И гопника Начался самый настоящий дичайший капитализм Москва превратилась в настоящие боевые джунгли Выживал сильнейший Если ты не жил по понятиям, ты был слаб И тебя просто... В первый год новой России в стране ремонт И «новые русские» может только знаки того, что всё вокруг подновляется «Новое» — это главное слово года А я тут перед вами Хребляюсь и танцую Где ваши руки? Пейте в ладоши Где ваши руки? Такой шоу-бизнес Осенью этого 92-го Алла Пугачёва будто повторяет судьбу страны Которая становится новой Первая певица страны и сама подновляется Уезжает в Швейцарию делать пластическую операцию В советском шоу-бизнесе Там это была важная составляющая Такой вот привлекательный внешний вид В Советском Союзе секса не было Но привлекательность вообще не играла никакой роли Тем более на пони Политбюро, да, быть привлекательным Ну, было как-то так диковато Поэтому... То-то как прорвало, да, в 90-х? Да нет, не прорвало Собственно говоря, всё вернулось к тому, что было Ну, вернулось к природе, да Но женщины всегда следили за собой Первой заметку об операции Пугачёвой Ещё предельно сдержанно По-жёлтому, ведь ещё не умеют Публикует ежедневная деловая газета Коммерсант Дейли Она начинает выходить в этом году Получается, в стране плодятся коммерсанты? Нельзя было их назвать Каким-то устоявшимся классом И так далее, такой формат И единственное, что было Это был коммерсант Который играл в эту игру Как будто существует бизнес Как будто существуют эти люди И как будто это всё всерьёз Судак ты белоглазый, отмороженный И всем понравилось играть в эту игру Пороть вас надо! Сергей Михайлович, ну мы же... А вас-то пороли? А как же? Пороли? А ты думаешь, почему я такой стал? А? Это они почти сразу, как станут издаваться Введут понятие «Новый русский» Перенимая английское «New Russians» В конце 80-х так назвал свою книгу О новой, меняющейся в перестройку России Американский журналист Хендрик Смит Все знали, что это газета для новых русских Но в этой газете слово «Новый русский» не употреблялось Понимаете? Вот кроме первого номера Вот здесь, где сейчас вход в центр распродаж Да, именно там Была самая престижная дискотека по тем временам Улиса Вся страна знала о ней, но попадали сюда только москвичи Эта дискотека в Олимпийском становится чуть не главным храмом новых русских Здесь они собираются около входа в дискотеку В них, бывает, стреляют По телевизору рекламируют дискотеку И для нового класса это примета особой модности мест Улиса это у Сергея Лисовского Он уже с конца 80-х, когда концерты могло устраивать только само государство Устраивал дискотеки А по сути это был тот же концерс А так как партийные боссы не понимали, что такое дискотека Для них это было что-то такое Ну, примерно около неприличного Что-то между неприличным и глупым Что-то такое было Поэтому они на это смотрели сквозь пальцы А ходили все Из-за чего были и драки Просто если ты не был агрессивным То ты не имел права на свое место под солнцем На свой кусок Профессор, не знаю, там Московского государственного университета В один год стал абсолютно нищим Тот, кто не одел малиновый пиджак Кто как-то плачил, жалко ли существовать В январе 92-го правительство Егора Гайдара начинает экономические реформы Их назовут шоковой терапией Цены раньше регулировало государство А теперь перестало Все решает рынок В стране разрешено вольное хождение иностранной валюты И свободная торговля Так вот, вдруг разрешили частную предпринимательскую деятельность Шашлычникам и артистам Это были первые, кому разрешили собирать бабки с народа После подписания президентом Ельцином указа о введении в действие системы приватизационных чеков По стране ходят ваучеры Это что-то вроде акций предприятий Их каждый может купить и стать совладельцем компании или завода Эстрада будто копирует недоверчивое отношение народа к ваучеру Женя Белоусов поет пародийную Подари мне ваучерок, ваучерочек Отзывается и главный пародист десятилетия Сергей Минаев И теперь не страшны для меня перемены курса рубля Это тогда оно звучало как матерное слово, а сейчас скажите какому-нибудь пенсионеру слово ваучер Он как минимум возьмет лопату и начнет за вами гоняться Как бы ассоциацию народа с ваучером у нас одна, что это полный обман Актуальность времени – условия жизни в шоу-бизнесе Группа комбинации, кажется, давно это поняла и теперь поет гимн переменам в стране Это, по большому счету, дети, выросшие на деревянных игрушках, да? Там, в коммуналках или в хручоках И вдруг у них появляется все Вот, ну, все Вот все, что они могут себе позволить Фантазия, подчеркнутая и воспитанная на книжке колобока и ограничивающая От этого, там, малиновый пиджак У меня было много малиновых пиджаков Все расцветки малинового От красного до темно-бордового Я крутой, я добился Он кричит всему миру Я вот обычный пейся там из хрущевки Вот поэтому малиновый пиджак Это смешно и грустно одновременно Ну, я думаю, что криминал и новые русские носили красные пиджаки Потому что я был первым, кто носил красный пиджак Потому что в детстве он ходил в одном пальто всю жизнь Вот, и, наверное, смысл о том, что он будет ходить в этом пальто, он так и родился А тут вдруг, ну, что? Ну, что с собой еще сделать? Это был символ такой независимости, абсолютной свободы Та же самая комбинация, да, провинциальные девчонки Они приехали сюда, естественно Самое яркое же оно бросается в первую очередь в глаза Неважно, как ты к этому относишься Но все равно ты первым делом посмотришь на это Вот сейчас поедет, если какой-нибудь розовый кабриолет То есть на него посмотришь волей или неволей, да? Да В швейцарской операции Пугачевой что-то прошло не так После уже в Москве поставят диагноз Произошло отторжение введенного в грудь трансплантанта Влекущее за собой нагноение и заражение крови Сейчас Пугачева летит в Москву Ночь она пробудет с температурой 40 А на утро ее, едва живую, увезут на скорой Через пару минут Деньги вкладчиков МММ в шоу-бизнесе Песня года Не задушишь, не убьешь Как новые русские пробовали закрыть главный фестиваль страны Поручик Голицын на новорусских корпоративах Группа Мальчишник Секс без перерыва Как такое пропустили? Пару минут Новые русские становятся главными героями анекдотов Если ты мне, Церетели, такой же камень сделал, как в ванной Я тебя в ванне не утопил, я тебя в камине точно сожгу Понял меня? Что такое? Ту-ти-ту-ти-ту-ту-ту Это Новые русские в Майами заказывают две чашки чая В 222 году За морями есть лимоновый сад А я найду лимон и буду рад Но я тебе не дам Новые русские абсолютно отсюда Богатыри-одиночки, скажем так Такие ваннушки-дурачки Но это вот абсолютно наш Растут лимоны на высоких горах Это вот время богатырей таких Не обремененных национальной идеей Потому что ее не было Я вижу цель, я за лимоном дотянуться хочу Ну эти люди прямо ходили по улице Потому что это ненадуманный образ Вся страна вдруг заговорила на Полу каком-то криминальном жаргоне Идет подземный ход, найди попробуй сам Эстрада эстетику Новых русских едва ли повторяет Скорее может над ней посмеяться Что делает группа Дюна Трудная дорога, иди повсюду, обман Но сам новый шоу-бизнес Напитывается деньгами Новых русских Клипы группе «Ноль» снимает режиссер Бахыт Килибаев Автор бессмертных рекламных роликов Финансовой пирамиды МММ Это потому что директор МММ Сергей Мавроди захотел финансировать группу Чистяков к этому году Последний оплот настоящей рок-н-ролльной дури И безумия Через вроде бы карнавальный имидж Он транслирует довольно черную Почти шаманскую энергию Мавроди настоящий новый русский В прошлом программист Затем кооперативщик Теперь в 92-м Обещающий вкладчикам до 1000% годовых Но Чистяков сядет первым Осенью этого 92-го он ударит ножом Бывшую любовницу Сочтая ее ведьмой Она выживет, но из психушки Дядя Федя выйдет уже членом секции Свидетелей и иголы Те самые новые русские Были главными потребителями Вот такой вот Диско-эстрады, наверное Вот этих 90-х годов Хотя кому еще было быть Потребителями диско-эстрады Новые русские Не в анекдотах, а в жизни Это еще и жесткая хватка Бесстрашие стремление Охватить все, что вокруг От смыкания нескольких мелких фирм В 92-м образуется первая крупная Звукозаписывающая компания РДМ Она записывает всех Эстраду, джаз, рок-н-ролл, этнику, электронику Конкуренты РДМ Фили Они выпускают рокеров Аукцион, Неждали, Настю, Архивных Янку, Башлачева, ДДТ Так складывается новый русский рынок звукозаписи На запись альбома Федора Чистякова Мавроди потратил 30 тысяч долларов Деньги вкладчиков МММ Пластическая операция Пугачевой стоила 90 тысяч долларов В этом году капитал шоу «Поле чудес» записывает Сотую юбилейную программу в цирке на Цветном бульваре Цена билета с рук 14 долларов Это 3000 рублей Амбиции нового русского бизнеса Закрывают в этом году первый раз 71-го телефестиваль «Песня года» С Новым Годом, дорогие друзья! Сергей Лисовский вместо него организует хит-парад «Останкино» Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас На телевизионном хит-параде «Останкино» С Новым Годом! За песню «Года» борются певцы, телеведущие Ее вернут через год, когда одни деньги покроют другие Песню соглашается финансировать «Газпром» Ваши аплодисменты участникам заключительного концерта фестиваля «Песня 93» Четвертые сутки Пылают станицы Новой русской буржуазии нужна собственная мифология, свои песни и легенды И эта мифология у новых русских исключительно романтична Они черпают ее в романтике белогвардейского офицерства Скорее того, что само разрешение этих песен – примета новых свобод Коронета Боленский Налейте вина Пели поручика Галицына С шепотом, чтобы никто не слышал Потому что за это могли посадить в тюрьму Ну, какие-то вещи, которые Белогвардейская тема Которая тоже не популяризировалась Но очень была любима В таких вот узких кругах Я говорю, что кухонный репертуар Так в 92-м начинает складываться мода на то, что в нулевых прозовут корпоративом Заплатили Причем значительно больше, чем в России и в Кремле и в колонном зале Почему? Потому что это непривычная ситуация Насколько я понимаю, сначала артистов это очень шокировало Что тебя не слушают Все пьют, разговаривают, курят А потом привыкли, платят деньги Ну и пожалуйста, и пусть не слушают Теперь романтика это скорее романтика вседозволенности Уйдя из Кармен в прошлом, 91-м году Богдан Титамир заключает контракт с самым главным новым русским продюсером Сергеем Лисовским Их первые клипы «Ерунда» и «Делай как я» Крутятся по каналу «Дважды два» по три раза в день Реально народу необходимо было, чтобы произошла секс-революция Ну а для этого необходим был символ, идол, я не знаю, тот, за кем бы все пошли Он так довелось, что мне пришлось эту нож, эту лямку тянуть для секс-символа по тем временам Ну я ее, считаю, протянул достойно Американский канал CNN посвящает специальный репортаж из Москвы Титамиру Его рисуют выразителем новорусской энергии После такого Титамира прозывают секс-символом страны И моднейшей звездой нового рынка Мода, она всегда смешна Пройдет там 10 лет, и современные секс-символы, употребим это слово, будут казаться дико смешными и наивными Появившаяся тогда же группа «Мальчишник» это уже скорее вседозволенность даже без романтики В этом году после альбома «Поговорим о сексе» они выпускают компакт-диск «Мисс Большая Груз» Мы познакомились с Чиксой, она была хороша При взгляде на нее поднималась душа Раньше сексуальное воспитание происходило в мужских туалетах, да, по картинкам, которые там были нарисованы А мальчишник, собственно говоря, вот эту всю туалетную лирику вынес на сцену Как это мило! Павел Галкин, Андрей Котов и Андрей Лысиков танцевали на Арбате в Москве брейк-данс Читали рэп, пока тут их не увидел их будущий продюсер Сценические клички «Дэн», «Мутабор» и «Дельфин» это еще с арбатской поры Перекладывая на русский, американские рэп-рычевки о сексе Они перевод делали еще более отвязным Название их песен «Груди-груди», «Порнография», «Секс без перерыва» Барри Каримович уже внес воскрепочунуть в виде группы «Нана» достаточно Поэтому нет, это была просто новая форма того же самого Газета «Правда» выходит с тревожной критикой группы Вдруг станут мальчики идиотами После показа клипа «Секс без перерыва» по Первому каналу Увольняют выпускающего редактора программы «50 на 50» И когда такие слова слышишь с экрана Когда ничего нет вообще, и слово «секс» там само по себе уже вызывает шок культурный То, соответственно, и резонанс такой был сильный В 94-м они распадутся Из троих только «Дельфин» Андрей Лысиков Убедит, что эпатаж «Мальчишника» был всего лишь пиар-ходом А в 92-м просто на это был спрос Ничего отвезнее мальчишника у нас по псе сложно будет найти Твоя огромная грудь сведет любого с ума И ты сама об этом знаешь Ну, до чего же ты хороша? Может, этот фокус на теле вынуждает Пугачеву делать операцию? Утром 2 октября ее отвезут в лучшую сердечно-сосудистую клинику Москвы Диагноз – заражение крови Сделают переливание, в процессе Пугачева умрет Через пару минут они из будущего Леонид Агутин – символ будущей качественной попсы Наталья Ветлицкая – икона будущей красивой жизни И из прошлого Ирина Аллегрова – сокол традиционной эстрады Игорь Николаев – дельфин собственной русалки Пара минут В эту пору, кажется, все, что не происходит, то новое русское Теперь в 92-м зарождается наша новая попса На конкурсе молодых исполнителей «Ялта-92» первый приз получает Леонид Агутин Агутин вырос в эстрадной семье Его отец был директором у Пугачевой, в группах «Песняры», «Веселые ребята», «Поющие сердца» Он окончил джазовый колледж и институт культуры по профессии режиссер массовых зрелищ С таким воспитанием он приносит на эстраду, кажется, то, чего нет в новорусскости этих лет Спокойную, поддержанную советской традицией и мировым контекстом музыкальную культуру С Агутина начинается новая русская качественная попса Женщины тоже могут быть новыми русскими В этом году Фёдор Бондарчук снимает клип «Посмотри в глаза» Так появляется новая суперзвезда Наталья Ветлицкая «Посмотри в глаза, я хочу сказать, я побуду тебя, я не буду рыдать» Ладно, та фраза, что «я верну тебе всё, что ты подарил» За это памятник мне не стоит Где ты найдёшь такую женщину? Ну а потом она была такая первая модница Такая первая героиня, не существовавшего тогда ещё гламура Ну она даже не гламурная была Она была органична в этом, понимаешь А гламур всё-таки предполагает, что нет ли неорганично Она прям была крута Ещё не было ночных клубов, но вот если представлять себе женщину из ночного клуба Такого, вот эта Ветлицкая, да? Да, она не из Москонцерта точно Не из ДК Она крутая Я даже фан-клуб хотел сделать в Ветлицкой Мы даже его сделали в рамках группы Ленинград Да У нас было, да, шесть поклонников без Ветлицкой Я хочу узнать, у кого ты меня провинял Ещё в 84-м году она, к тому времени профессиональная бальная танцовщица Снялась в эпизодической роли в фильме «Высшие радуги» Потом, в 85-м, была «Утренняя почта», где она спела со своим первым мужем Павлом Смеяном Балет Пугачёвой, группа «Ронда», «Мираж» В конце 80-х, на «Миражовской славе» она снимется даже рядом с Макаревичем и Агузаровой В коллективной записи песни «Замыкая круг» Ветлицкая, будто бы символ новой нарождающейся красивой жизни Хаудноватая, платиновая, с точёными чертами и глубоким голосом Она проецирует неприступность После «Лаймы Вайкули» конца 80-х Она, похоже, самый сильный стилевой прорыв Новая женщина-стиль Мода года Чёрное боди на много лет назначает Наталью Ветлицкую Женщиной-секс-символом нашей попсы Наталья Королёва, новорусская Дольчевита Розовое платье, вышитое золотом На плечах буа, а сзади длинный шлейф Пугачёва напротив строга Чёрный кардиган, белая блуза, мини-юбка, она тогда их любила И мушка на скуле Золото на чёрном и у Татьяны Овсиенко Пиджак с широкими плечами И, главное, пышная химия на волосах Сродни Ирине Олегровой Снежинки на ресницах Аллегрова — это такая антивитлицкая Если Наталья вся из себя рафине и эмансипе Обо мне забудь, не вспоминая меня То Аллегрова вся про тяжеловесную бабью долю С её суженными, ряжеными и прочим скарбом Такая не споёт Я верну тебе всё, что ты подарил Аллегрова выступала ещё с Утёсовым После, в конце 70-х, была «Веофакел» Там аккомпаниатором работал пианист Игорь Крутой В рейте ресторана «Арбат» и гостиница «Националь» Дуэты с Игорем Тальковым в группе «Электроклуб» В этом, в 92-м, она даёт пять концертов в Олимпийском Снимает клип с «Уженой мой» С новым героем-любовником Александром Домогаровым И выпускает свой первый диск «Гигант» С хитом Игоря Николаева «Странник мой» Странник мой, дорогой Где же ты, что с тобой? 30-летний Николаев сейчас в пятёрке первых эстрадных композиторов страны Ему было 20, когда он, ещё учась, работал клавишником в пугачёвском рецитале В 80-м, 23, когда, служа в армии, написал «Айсберг» и «Расскажите птице» 25, когда на песне 85 Пугачёва спела «Паромщика», а Игорь Скляр – «Комарова» В этом году он уже сам поёт своё и дарит эстраде главную интригу года Дельфины, русалка, сюжет этой песни Твоя подсказала гитара Дельфины, русалка начали то, чего прежде на эстраде не умели Высвечивали личную жизнь и так увеличивали популярность Через пару минут Санта-Барбара на экране и в клане Пугачёвых Чёрно-белая пресса становится жёлтой Королёва и Николаев Первая пара пиара Пара минут Шоу Игоря Николаева и Наташи Королёвой «Дельфина-русалка» Проходят сперва в Олимпийском, а после по всей стране С Наташей Порывай Игорь Николаев познакомился в 89-м году Ей было 16 Солисткой детской рок-оперы «Дитя мира» она с мамой приехала из Киева на прослушивание к знаменитому композитору Скоро он напишет для неё первый хит Жёлтые тюльпаны Ты мне даришь, как ни странно Страшно представить, сколько раз вам дарили их, наверное На последнее время как-то они ушли из моды Ну для вас наоборот, я так понимаю, они стали не вестниками разлуки, а как раз таким целым началом вообще всего Ну потому что я думаю, что стереотипы надо ломать И жёлтый цвет стереотипа, кто это придумал, что вот он к разлуке, к каким-то расставаниям Я считаю, что всё очень индивидуально До того они уже вместе гастролировали в Италии и США Их дуэты вроде бы укрепляли образ крепкой семьи А это укрепляло популярность Молодая девушка, приехавшая из ниоткуда Вдруг такой известный композитор, который писал песни для самого Аллы Борисовны И вдруг такой тандем творческий, нетворческий Нет, конечно, мы шумели-то прилично Для того времени это было, конечно, достаточно такой взрывной историей Он позабыл, что он дельфин Забыл семью свою родную Но в песне «Дельфин и русалка» звучат слова «не пара, не пара» И все считывают, Королёва с Николаевым расстаются Надо, чтобы всё-таки был интерес И интерес не просто спеть песню о любви Ой, мы друг друга любим Это никому не интересно А вот то, что они не пара Вот этот только оборот Он дал невероятные какие-то там обсуждения Море эмоций Человеческих каких-то пересудов Вот только всего лишь, что не пара А были, представьте, дельфины, русалка Пара, пара, какая прекрасная пара Ну и всё, и может быть, она не была бы такой, кстати, большой песни Ну и всё, грамотно Вот это действительно была некая, скорее всего, такая пиар-компания Уже более-менее построенная Да, у них же были совместные туры Там было какое-то пафосное расставание Да, вот это, да, это более похоже на пиар Хотя слова такого ещё не было Бабушкам очень нравилось Бабушка Бабушка, да У вас дела, это ещё сериал Сериалов тогда не было столько, как сегодня А это уже такая, такая мыльная опера Телеэфир Непутёвые заметки Дмитрия Крылова Путешествовать уже позволено, но позволить себе это мало кто может И программа популярна Каждая её часть, каждый город неповторима Сам себе режиссёр Программа стала возможной только благодаря тому, что стало возможным не только покупать видео, а ещё и самим его снимать Я всегда с собой беру видеокамеру Маски-шоу Одесские клоуны с немыми комическими короткометражками Не сказать, что на злобу дня Но и теперь повторы вполне современные Тема Влада Листьева и Мэй Владимира Познера Начало эпохи ток-шоу Хотя время дискуссии остаётся в 80-х И этот жанр едва ли популярнее Главного телесобытия года Как всегда, программа-тема И наша тема сегодня посвящена талантам И их поклонникам Санта-Барбара 2 января канал РТР начинает транслировать Жизнь семьи калифорнийских богачей Кепфолов Это сага на две с лишним тысячи серий Одним, правда, не одной серии? Нет, ну как Мельком-то усмотрел, что-то входит Но я в них поляну несёк Я помню там сиси Полненький сиси Наш шоу-бизнес и впрямь устраивает Из своей личной жизни Санта-Барбару Наташа Королёва и после развода с Николаевым Будет эксплуатировать этот приём Это вот кукла Наташа Вернее, Натуся она называется у нас А это кукла Серёга Тарзан Вот они, новые артисты, они очень быстро сказали своим творчеством всё, что могли сказать И всё, и сказать нечего Тогда открываем другую дверь Наша личная жизнь Что нам нравится С кем мы спим Что мы кушаем Интерес всегда больше к тем, кто больше закрыт Чем ты больше закрыт, тем к тебе лезут просто безбожь В этом городе кто-то грустит Но теперь она написала книжку На обложке едва ли актор закрыт Ну коммерческая обложка, что могу сказать Да коммерческий Ну а как, я человек всё-таки шоу-бизнеса Я реально понимаю Королёв и Николаев открывают новую эру Жёлтой прессы Вот раньше, да, были слухи А потом эти слухи стали печатать А к печатному слову советский человек Всегда относился с трепетом и с пиететом То, что напечатали, значит правда Вот, поэтому Жёлтая пресса и пользовалась такой популярностью Все эти слухи уже, как бы, становились фактами Ещё в прошлом, в девяносто первом В Москве выходила газета «Клюква» Первая бульварная После выйдет первый российский таблоид «Экспресс-газета» За ней «Мегаполис Экспресс» Да, это опять же нам демонстрировала Алла Борисовна Что личная жизнь артиста является Первым элементом пиара Сначала, наверное, это было подсознательно Потом сознательно А теперь от этого уже невозможно Вообще без этого никуда уже и не деться То есть, по-моему, сейчас Уже никого не интересует Ни песни вообще нет А кто с кем встречается Кто с кем спит Ну, то есть, вот это становится уже главным Вся эта шелуха Пугачёва и тогда, и кажется, теперь Останется главной героиней этих страниц После короткой клинической смерти В пластической операции Она всё же выживет и скоро поправится Уже не рабея, жёлтые газеты напишут, что И на операцию она пойдёт, потому что у неё теперь новый друг На 10 лет моложе неё Через пару минут Сюжетные линии сериала Пугачёва Примадонна и Чалобанов Примадонна и Болдин Примадонна и Киркоров Примадонна и другие Пара минут Чемпион Саратовской области по боксу Сергей Чалобанов, став музыкантом Играл в ансамбле Курской филармонии Молодость В интеграле Баря Алибасова После попался на воровстве синтезатора Отсидел, вышел И через друга, гитариста Пугачёвой Попал на студию гала Аркадия Укупника Тот показал его записи Пугачёвой И Чалобанов оказался в рождественских встречах Я сам плохо на тот момент понимал, что происходит Зачем я ей нужен в этом шоу Я как бы, ну, белая ворона, не белая ворона Что-то такое, ну, не клеится оно никуда Свита, пролева, знаменито, свита Люди этой свиты будут очень знамениты И понятно, о чьей свите он поёт в этой песне То, что люди этой свиты будут очень знамениты Да-да-да В этот год не развившиеся ещё жёлтые прессы О романе Пугачёвой и Чалобанова Только поговорили Да-да-да-да Были какие-то мероприятия, где они появлялись вместе Понимаешь, про это не говорили Тогда не было ещё программы «Максимум» Ну, времена были другие, про это не говорили Но через год закончится его контракт с театром Пугачёвой И станут полагать, что и их роман Она разведётся тогда же со своим официальным мужем Директором театра Евгением Болдиным Это жёлтые прессы ещё до неё Ну, это ещё жёлтые прессы нет Это было страфанное радио такое работало Друг друга все рассказывали Ну, про нас именно с Аллой Борисовной Как бы сильно слухов и разговоров как-то не происходило, честно Я никогда не лез лишний раз в эфир, так скажем Не давал интервью, не снимался в каких-то телевизионных программах Я такой всегда был за кулисами Закончился контракт с Пугачёвой И что, жизнь продолжается? Я также работаю Я также работаю на сцене Всё поменялось Контракт свой закончился Но закончились некоторым образом близкие отношения Остались только деловые В 94-м она снова выйдет замуж За другого артиста своего театра К тому времени это станет уже главным бестселлером жёлтой прессы Вообще, вокруг вас вот ходит какое-то дикое количество невероятных сплетен Ну, что я могу сделать? А чем? Вот как вы думаете? Да я не знаю Ну, вот так вот сложилось исторически Что моя жизнь окружена постоянно сплетнями, какими-то скандалами Причём я их не ищу, они сами меня находят Я вообще очень миролюбивый и очень спокойный такой человек Пугачёва – это наша Санта-Барбара И жизнь её напоминает мыльную оперу И сама она – это семья Мыло размыливается на всех её членов Ещё одна линия этого сериала Роман дочери главной героини Кристины Арбакайте и певца Владимира Преснякова-младшего Мы незаметно, каким-то образом, того саби не понимая, допустим, с Кристиной Превратились уже в сериал Слишком громкий грохот города То есть нас воспринимали не по песням, а что и как, с кем, где мы встречаемся Что делаем, что кушаем, куда ездим и как ссоримся И как любим Людям нравились ссоры очень Я иду одна в сердце города Они познакомились на концерте «Лаймы Вайкуле» в 87-м Кристине тогда было 15, Володе – 19 Его родители – самоцветы, интернаты, музучилища, из которого его выгнали Группа «Круиз», ансамбль «Вайкуле» и «Первый успех» Это его голосом поёт Дмитрий Марьянов в телефильме «Высшие радуги» Песни «Зурбаган» и «Спит придорожная трава» За мной гонялись Люберецкие За Марьяновым Димоном, который сыграл «Высшие радуги» тоже гонялись Потому что они думали, что это он поёт таким девичьим голосом, что он голубой У Кристины в биографии роль в дуэте с Никулиным в «Чучеле» Песенка Эдуарда Ханека «Солнышко смеётся» Спета ещё в 79-м И танцы в рецитале И это ей посвящён мамин хит 78-го У нас не может быть блата на сцене Можно действительно пройти какую-то первую инстанцию Не стучаться в закрытые двери И они говорят, прослушайте меня, пожалуйста Мне всё-таки повезло в этом плане Потому что с детства я пробовала петь песни, снималась в кино Но, в общем-то, моё имя было на слуху, и её все знали Союз золотой молодёжи? Тогда это определение уже ходило, да, золотая молодёжь? Мажора нет Мажор, союз мажоров Было представление о том, что это союз мажоров Ага И значит, у них вообще какая-то жизнь небожителей должна проходить Так я думаю, так и проходило Я думаю, им весело было В те времена С такими-то родителями Слухи года Поговаривают, Пресняков младший попал в психушку Его отец якобы комментирует Мол, да, действительно, Володя проходил обследование в психбольнице Наташа Королёва женила на себе Игоря Николаева Мол, сама однажды привела к нему домой родителей и сотрудников ЗАГСов Филипп Киркоров, недовольный тем, что зал на его концерте в Донецком дворце спорта Заполнен лишь на треть Учинил скандал и кричал местному ОМОНу Ноги моей не будет 10 лет на вашей Украине Говорят, Юру Шатунову съел тигр Андрей Разин, директор Ласкового Мая Купил недавно на Дальнем Востоке голодающего уссурийского тигра И отправил его в подарок Шатунову В его горное поместье под Сочи Они разведутся в 96-м Говорили даже, что это Пугачёва насоветовала Кристине Мол, Пресняков уже не совсем популярный Пугачёва это состоявшаяся женщина Которая там, несмотря на все разводы Вот она вот такая и до сих пор блистает Вот, поэтому я и говорю, да Что в этом, наверное, она повторяет Какое-то имидж своей мамы Но не переигрывается Может, это немножко не скромно Но, мне кажется, немножко опередило время Тогда И тогда, может быть, многие это не поняли и не приняли Ну, во-первых, естественно, контраст с Аллой Пугачёвой Если думают, что дочка должна выйти, да Но и просто все так хотели быть на неё похожи в тот момент И занять вот это Нет, я Пугачёва, нет, я Пугачёва Я пою круче Что мне наоборот хотелось быть полностью контрастной Полностью другой Но в этом, в 92-м, у них растёт сын Никита А песня Преснякова «Стюардесса по имени Жанна» Лидирует в кит-парадах года Стюардесса по имени Жанна Представляете, если тогда был шоу-бизнес Сколько бы я заработал денег Но на «Стюардессе» я не заработал ни копейки, ни жаткой Вот как раз, когда я написал «Стюардессу», как прикол К ней стали серьёзно, хулигански относиться Когда я понял, что у нас страна Это страна, рождённая на частушках И она более стремится к частушечному такому Через пару минут «Фаина» – главный хит года от главной группы страны Как продюсер «Наны» учился пиару Пара минут В этом году группа «Года» – это «Нана» А песня «Года» – это, конечно, «Фаина» «Выдающийся текст, написанный мной После полстакана ликера Упала шляпа, упала на пол Или купите два банана Этот откровенный стёб Подавался с такой искренностью С таким профессионализмом И с таким внутренним напором Песня года Пятое место Владимир Пресняков Стюардесса по имени Жан Слово «стюардесса» хорошо ложится на хитовые мелодии Шлягер про стюардессу в 83-м году уже был у группы «Центр» Пресняков, ещё одно дитя 80-х Прибавил к нему безупречно деревенское имя «Жанна» И преуспел Четвёртое место Комбинация «Два кусочка колбаски» Группу «Комбинация» можно упрекнуть во многом Но только не в асоциальности Настроение эпохи они умели схватывать, как никто И когда стало ясно, что «Американ бой» никуда никого увозить не собирается Они запели о проблемах общепита Алена Апина «Улица любви» Апина одновременно и педалирует образ дворовой девчонки и ударяется в романтику Само название «Улица любви» как будто позаимствовано у группы «Зе Дорс» Второе место Ирина Аллегрова «Младший лейтенант» Две звезды на погонах – это Аллегрова и Игорь Николаев Вновь доказывающие своё хитмейкерство в этой отчаянной исповеди бальзаковского возраста Первое место – «Нана» Фаина Это бесспорно главный хит за всю историю группы От него, несмотря на невинный текст, действительно веет чем-то даже порнографическим А переполняющие песню псевдоарабские звуки навязчивы, как шаурма, которая вскоре заполнит московские улицы В этом году «Нана» дают 600 концертов в год и получают по 5000 писем в неделю Барри Алибасов появился даже раньше «жёлтой прессы» Разгадал главную формулу долголетия артистов Нам до фени что там про нас писают? Пи***цы, фанерщики, дрессированные куклы, всё что угодно Мы это прекрасно понимаем, что мы сами провоцируем это всё И в своё время очень… Я как-то участвовал в одной программе Товарищ кино ещё в советское время с Интегралом в гримерке была величайшая актриса Сыряковская Которая гримирует и сказала, что что-то давно обо мне не говорят, что я б***ь Наверное, теряю популярность Вот этот принцип её запал в душу очень глубоко Должны говорить любую чушь, гадость И если не будут говорить, значит мы плохо работаем Значит мы не даём повода Может в этом, в 92-м, Нана ярче других дают новому русскому времени того, что ему хочется Парни, красивые, девчата, голые, экстаз забытия, абсолютная, оголтела, радостная бессмысленность А почему понятие «новый русский» в этот момент ушло, стало анекдотичным? Потому что, в общем, все стали более или менее новыми русскими Обновленцы? Да, все стали обновленцы Ну, хамство настолько уже вошло в нашу жизнь, что оно повсеместно и повсюду, начиная от будков Автомобильных и заканчивая криками из окошка тех же самых автомобилей Наверное, раньше такого как-то я не замечал Хотя в очередях тоже дрались Вот, пожалуйста, всё нормально Парина, 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 парина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok